всем привет думаю вы замечали что многие напитки к примеру тоже тархун могут просто неделями хранится без холодильника и даже не портится в составе указаны консерванты сарбат калия и бензоат натрия но насколько они безопасны и что будет если вообще не добавлять их в покупные напитки что ж давайте разбираться кстати зацените какие подарки приготовил своим друзьям на новый год беспроводные тюменские наушники сиджи под смотрите наушники бюджетные по цене но очень крутые по функциям и качеству стоят всего 3500 рублей четыре раза дешевле яблок а по функционалу гораздо интереснее в отличие от дорогущих apple airpods у сиджи под есть влагозащита в этих наушниках можно гулять хоть в дождь хоть снег да даже ходить в душ звук у тюменских ушек очень достойный басы мощные и работают сиджи подс аж 20 часов без розетки ровно как яблочки у тюменских наушников офигенные кейсы кейс модели light самый маленький кейс в мире очень похож на коробочку от дорогой ювелирки так что не оставит равнодушной ни одну девушку и щелкает кейс как пленка пупырка кейс антистресс а этот супер прочный кейс сиджи подс 5.0 из профессионального авиационного алюминия точно из такого же металла делают боинги кейс выдерживает 220 кило на него не страшно случайно наступить или же сесть яблочный кейс хрипки из пластика его сплющивает уже при 80 кило напомню что при всех своих плюсах сиджи подс и стоит всего 3500 рублей дешево потому что тюменские наушники продаются только через интернет напрямую от производителя без посредников и сетевых магазинов вроде м видео которые накручивают цены в два-три раза и без переплаты за модный бренд так что 3 500 это честная прямая цена производителя сиджи подс и второй год подряд входит в топ 5 самых продаваемых наушников в россии потеснили на рынке даже huawei jbl и sony кстати если будете себе смотреть такие же наушники имейте ввиду китайцы сегодня очень активно подделывают популярные тюменские наушники даже чаще чем яблочные как и всегда внешне китайские фейки очень похожи на оригиналы смотрите сами но вот начинка у наушников разная у оригинальных тюменских сиджи подс микрофоны завода apple и дорогие динамики у подделок с алиэкспресса дешевые микрофоны и динамики нет благозащиты и по гарантии эти фейки не сдать а на оригинальный сиджи подс год гарантии причем наушники если что не ремонтируют а сразу и без вопросов меняют на новые прямо-таки вип-обслуживание никаких заморочек с ремонтами в общем сиджи подс и однозначно рекомендую отличный подарок близким ну или себе любимому а еще повод продлить новогоднее настроение ощущение праздника и предвкушение приятных сюрпризов так что заказывайте наши тюменские наушники и скажите мне спасибо за рекомендацию тем не менее наушники лучше всего заказывать сейчас так как с нового года они подорожают на целых 500 рублей менты так держали ценники до последнего пока все дорожало давно уже можно было стоимость повысить а пока у вас еще есть целый месяц чтобы купить эти наушники на целых 700 рублей дешевле до 700 потому что с моим промокодом вы сэкономите еще целых 200 рублей оставил его в описании под видео там же ссылка на официальный магазин тюменских наушников думаю что сегодня даже жители дальних островов в тихом океане слышали про пищевые добавки и в особенности о консервантах от которых у некоторых людей сегодня возникают настоящие фобии и теории заговора но так было не всегда ведь на протяжении истории человечества пищу нужно было не только добыть но и сохранить к примеру раньше единственной пищевой добавкой была обычная соль и поэтому пищу либо сушили либо засаливали либо коптили для долгого хранения но с развитием прогресса этих методов уже стало недостаточно и помимо обычного хранения пищи ее нужно было сделать и более безопасной от чего человечество пришло к применению пищевых добавок к примеру к нелюбимым сегодня консервантам или красителям ну так ли плохие эти добавки на самом деле сегодня я попробую рассказать вам о некоторых из этих веществ а также развею некоторые мифы и начать я думаю самых безобидных пищевых добавок к примеру с антиоксидантов впервые я нашел название этих веществ на упаковке с бульонными кубиками и помимо обычных ингредиентов наподобие соли и говяжьего жира в составе еще в качестве антиоксиданта был указан экстракт розмарина интересно зачем оказывается что если растворить немного сухого розмарина в спирту и обработать 20 минут в ультразвуковой ванне то со временем в растворе окажутся некоторые биоактивные компоненты помогающие сохранять свежесть пищи к примеру в этом зеленом и достаточно приятно пахнущем растворе содержатся такие вещества как альфа-пинен камфора и синеол которые достаточно легко окисляются кислородом воздуха и при добавлении такого экстракта к примеру в состав бульонных кубиков вещества содержащиеся в этом экстракте окисляются в первую очередь тем самым поглощая свободные радикалы и свободный кислород который поступает в упаковку из воздуха и тем самым срок годности такого изделия продлевается многократно кроме экстракта розмарина в некоторые полуфабрикаты добавляют сегодня еще и витамин е в качестве антиоксиданта к примеру такой компонент часто можно найти в некоторых мясных замороженных изделиях или в рыбных палочках но кроме жира в продуктах могут содержаться и другие вещества способны к окислению к примеру те же самые белки или углеводы и для предотвращения этого процесса в пищу уже добавляют другие вещества к примеру привычный всем витамин c или же аскорбиновую кислоту думаю витамин c уже не вызывает у большинства людей какой-то боязни или недоверия так как это одно из важнейших веществ в нашем рационе и при его недостатке у человека начинают развиваться разные патологии к примеру смертельно опасная болезнь цинга а все потому что в процессе эволюции наш организм утратил способность вырабатывать витамин c или же аскорбиновую кислоту и нам его нужно получать постоянно с пищей в отличие от тех же других животных например кошек или собак которым не надо пить апельсиновый сок так как витамин c они вырабатывают внутри своего организма сегодня витамин c в качестве антиоксиданта добавляют во многие замороженные овощи или консервы также его добавляют в некоторые соки интересно что концентрацию этого вещества в апельсиновом соке можно измерить и в домашних условиях давайте сравним насколько будет отличаться содержание аскорбиновой кислоты в обычном соке а также в том где в составе указана добавка витамина c для этого используют так называемый метод едометрии и для его применения я взял обычный аптечный пятипроцентный раствор йода и разбавила его в пять раз обычной водкой так как аптечный йод слишком концентрированный для такого опыта водой этот раствор лучше не разбавлять так как в воде йод не растворяется и большая его часть просто выпадет в осадок для анализа я взял 50 грамм обычного сока и разбавил в два раза водой чтобы и цвет был не таким насыщенным да и чтобы мне хватило раствора йода для опытов раствор я ставлю на магнитную мешалку а над стаканом еще закрепляю бюретку который в лабораториях используют для процесса под названием тетрования в нее я наливаю свой раствор йода после чего опускаю его до метки теперь нужно приготовить раствор крахмального клейстера в качестве индикатора для чего я просто смешиваю немного крахмала с водой а после нагреваю все это в микроволновке для самого анализа я добавляю немного крахмального клейстера к раствору сока после чего при перемешивании начинаю прикапывать к нему йодный раствор при этом йод начинает окислять витамин c находящийся в соке отчего цвет раствора пока что остается неизменным но как только последние молекулы витамина c или же аскорбиновой кислоты окислиться йодом излишки йода тут же прореагируют с крахмалом окрашивая раствор в ярко-синий свет что ж осталось только почитать количество затраченного раствора йода и подставить в расчеты согласно которым на 1 миллилитр раствора йода тратится 7 миллиграмм аскорбиновой кислоты из раствора и в итоге первый сок по моим расчетам содержит 33 миллиграмма витамина c на 100 миллилитров что достаточно неплохой показатель и чтобы пополнить свой ежедневный рацион витамина c взрослому человеку нужно выпить примерно вот такой стакан апельсинового сока да в такие холодные деньки это прямо то что надо со вторым соком содержащим добавку витамина c я провел тот же опыт и оказалось что в нем содержание аскорбинки в два раза больше чем в предыдущем образце так что видимо производитель не соврал и здесь действительно содержание витамина почти такое же как и в свежевыжатом апельсиновом соке что с антиоксидантами мы в целом разобрались но кроме соков в которые добавляют витамины и пастеризуют для продлевания их срока хранения существуют еще и другие напитки к примеру те же самые газировки в которые уже добавляют другие вещества например консерванты вот тут даже написано где-то до добавлен калий сарбат натрий бензоат но опасно ли эти вещества для человека на самом деле бензоинокислота натриевой солью которая является бензоат натрия это природное соединение и чаще всего она встречается в плодах клюквы чтобы те не портились раньше времени до того как прорастет семечко но ассорбиновую кислоту из которой получают сарбат калия также можно встретить в плодах рябины которая растет в наших широтах просто повсеместно да и то хоть эти вещества и встречаются в природе сегодня ученые абсолютно все пищевые добавки проверяют на токсичность и на безопасность для людей используя специальные научные методы для этого берут исследуемое вещество и начинают каждый день в течение года кормить им лабораторных животных к примеру мышей для разных групп животных определяют разную дозу по нарастающей и спустя год смотрят что же произошло после этого из разных исследуемых доз для мышей выбирают наибольшую дозу которая не влияла на здоровье животных после чего делят ее концентрацию в сто раз так что если вы будете даже по 5 литров такой газировки пить каждый день то вы и на малую часть не приблизитесь к максимально разрешенной дозе по консервантам в вашем организме которые хоть как-то могут вам навредить скорее вам больше навредит сахар которого очень много в этих напитках сами по себе бенза от натрия и сорба от калия снижают скорость размножения и роста бактерий в нужном продукте что увеличивает его срок хранения а также делать и более безопасным ведь никто не хочет есть ту же соленую селедку с сальмонеллой верно в рыбные продукты кстати сегодня практически всегда добавляют бензоат натрия в концентрации не выше 1 десятый процента так как эти изделия портятся быстрее всех для того чтобы проверить насколько хорошо бензоат натрия и сорба от калия препятствует росту плесени и бактерий я решил провести микробиологический эксперимент для чего сначала купил несколько стерильных чашек петри в них я буду помещать питательную среду для бактерий и плесни который продается в виде такого порошка его я в одинаковом количестве добавляю в каждый из четырех стаканов для эксперимента кроме порошков в три емкости из четырех я добавлю и разные консерванты концентрацию которых я выбрал как половина от максимально допустимой а именно по пять сотых одного процента что в пересчете выходит как 25 сотых грамма вещества на пол литра питательной среды в первый стакан я добавил бензоат натрия в качестве консерванта во второй идет сорба от калия а в третьей я добавляю их смесь самый левый стакан будет контрольным то есть без добавления консервантов теперь осталось лишь залить в емкости теплой воды и хорошо перемешать после чего поставить растворы на водяную баню для полного растворения питательной среды на основе агара после растворения я разливаю свои растворы по всем чашкам петри которые я уже заранее подписал на застывание питательной среды уходит около получаса после чего можно уже посадить в чашки петри нужные мне микроорганизмы самый верхний ряд чашек я оставляю просто так как контрольный образец в которой могли попасть лишь бактерии из воздуха во второй ряд я посажу бактерии со своих рук для чего я дотрагиваюсь до застывшей питательной среды разными пальцами моей руки третий ряд я решил заселить бактериями из моего рта для чего сначала хорошенько поводил по зубам ватной палочкой и затем нанес эти бактерии на питательную среду в каждой чашке четвертый ряд я решил поселить диких бактерий с улицы для чего нарвал во дворе обычной травы и положил по кусочку в каждую из баночек этого ряда ну а последний ряд я выделил для бактерий из человеческого кишечника для чего просто нанес на питательную среду микроорганизмы с внутренней части унитаза да что не сделаешь ради эксперимента что ж осталось подождать лишь дня 4 чтобы нужные мне организмы начали плодиться в той питательной среде тогда и будет видно насколько консерванты которые я добавил в ту питательную среду будут защищать ее от роста в ней различных микроорганизмов спустя половину недели уже видно что в чашках петри начала образовываться какая-то жизнь и возможно там же начались процессы эволюции ну что ж давайте посмотрим поподробнее в верхнем контрольном ряду видно что в чашке петри без добавления консервантов образовалась много колоний бактерий внутри питательной среды а вот остальные чашки выглядят более чистыми особенно там где я добавил бензоат уже видны первые результаты от добавления консервантов в следующем ряду с моих пальцев наросло немного бактерий и плесени в контрольном ряду остальные чашки также более чистые бактерии же с моих зубов в третьем ряду выросли вне зависимости от добавления консервантов ну может бензоат немного уменьшил их рост с кусочка травы в контрольной чашки петри выросли целые джунгли из плесени и бактерий интересно что добавление бензоата почти не повлияло на рост плесени а вот сорбат кали уже хорошо уменьшил размножение плесневых грибов наилучшие показатели были у смеси бензоата и сорбата от которых рост бактерий и плесени практически прекратился ну и последний ряд вышел с самыми ядреными бактериями из кишечника человека которое было вообще фиолетово на какие-то там консерванты они наверное и в растворе доместоса выживут и это неспроста так как внутри нашего кишечника многие бактерии уже приспособились к тем самым консервантом которые мы едим чуть ли не каждый день у них выработалась так называемая резистентность так что они уже на консерванты не реагируют кроме питательной среды в чашках петри я решил провести схожий эксперимент и с напитками для этого я сначала сварил довольно вкусный и сладкий яблочный компот из деревенских яблок а пока он будет остывать я подготавливаю емкости для хранения а именно 4 пластиковые бутылки в три из которых я также добавил консерванты а именно пицца от натрия сорба от калия и их смесь концентрация у меня была та же что и в чашках петри по пять сотых процента после того как компот остыл я разливаю его по всем четырем емкостям и оставляю так хранится на неделю интересно успеет ли скиснуть компот в контрольной бутылке в которую я не добавил консервант и что будет с остальными пробами спустя неделю уже стало видно что консерванты все же повлияли на сохранность моего компота в контрольной бутылке поменялся цвет и на дне начал расти какой-то чайный гриб скорее всего тут образовались колонии грибов и бактерий все это было совсем не похоже на яблочный осадок из компота из другой бутылки в остальных бутылках такого на дне не образовалось значит консерванты также действуют и в напитках так что в итоге можно сказать что такие вещества как бензат натрия и сорба от калия просто необходимы в пищевой промышленности если вы производите какие-то пищевые продукты и не хотите чтобы они портились у вас на следующий день то вам просто необходимо добавлять них какие-то консерванты которые все равно перерабатываются в организме человека и абсолютно безопасны кроме консервантов для напитков и рыбных продуктов зачастую некоторые люди опасаются так называемого нитрита натрия также являющимся консервантом его сейчас добавляют практически во все местные изделия продающиеся в магазине но на самом деле без добавления этого вещества все колбасы и ветчины в магазине были бы противного серого неаппетитного цвета да и после поедания такого продукта можно было запросто заболеть бутулизму сам по себе нитрит натрия в чистом виде представляет собой белое вещество слегка желтым оттенком и являющимся слабым окислителем к примеру если его даже смешать с порошком магний и попробовать поджечь ничего не будет но если тоже самое повторить уже с нитратом калия который используют как удобрение для растений реакция будет гораздо активнее в пищу конечно же нитрит натрия добавляют не в чистом виде а перед этим его смешивать с обычной солью в концентрации всего полпроцента получая так называемую нитритную соль и и дозировать легче и такая соль лучше хранится чтобы например посолить котлеты из говяжьего фарша обычно в него добавляют около одного процента нитритной соли и если пересчитать итоговую концентрацию нитрита натрия в продукте то на 100 грамм такого фарша выходит все 5 миллиграмм нитрита натрия что ничтожно мало интересно что котлеты из фарша с нитритной солью стали намного темнее чем фарш с обычной солью так как нитрит натрия реагирует с миоглобином в мясе который и отвечает за его розовый цвет для лучшего сравнения я еще обжарил обе партии котлет после приготовления видно что котлеты с содержанием нитритной соли получились с более розовым и аппетитным оттенком нежели обычные которые выглядят более серыми все из-за того что при термообработке окисленного миоглобина фарша образуется ярко-розовый пигмент под названием нитрозил протаген из-за которого многие колбасы или же ветчины с содержанием нитритной соли и получаются с более ярким и красивым цветом и конечно же все эти пигменты как и продукты их содержащие абсолютно безвредны кроме придания приятного цвета нитрит натрия а также нитритная соль помогает бороться со многими патогенными бактериями к примеру одна из них кластриду бутулину которая в процессе своей жизнедеятельности вырабатывает очень токсичное вещество бутулотоксин при попадании которого ваш организм вы можете заразиться довольно страшной и неприятной болезнью бутуризмом так что сейчас без добавки нитрита натрия все готовые мясные изделия были бы опасны для употребления да и портились бы в 3-4 раза быстрее ну что ж с антиоксидантами и консервантами мы разобрались но постойте существует еще одно вещество которое является и тем и другим и которые некоторые употребляют довольно часто я говорю о тех сульфитах о наличии которых указано практически на каждой бутылке с вином и которые достаточно весомо продлевают его срок хранения и стабилизируют его точнее вину добавляют пересульфит натрия или калия в концентрации 5 сотых процента это около 100 миллиграмм на литр напитка при добавлении вино это вещество начинает постепенно разлагаться в водном растворе с выделением диоксида серы который как говорится убивает сразу двух зайцев он и поглощает растворенный в вине кислород а также замедляет жизнедеятельность бактерий и плесни которые неизменно останутся даже в хорошо отстоянном напитке обычно разложение пересульфита калия в воде происходит достаточно медленно но этот процесс можно и ускорить для демонстрационного опыта для этого я сделал очень насыщенный раствор пересульфита калия в воде отчего он даже приобрел слегка желтый оттенок после этого я добавляю в раствор немного катализатора хлората калия и спустя всего несколько секунд раствор начинает вскипать от разложения метабисульфита натрия происходит так называемый процесс автокатализа что выглядит достаточно эффектно так что если вы не любите спиртного этот эффектный опыт как раз для вас но любителям отметить праздники с помощью горячительных напитков не стоит волноваться так как концентрация сульфита в вине достаточно маленькая и никак не может нанести существенный вред здоровью волноваться нужно об алкоголе которую в вине достаточно много и который не особо полезный так что с помощью обычной добавки можно продлить срок хранения видных изделий в несколько раз без потери вкуса и аромата что ж думаю можно разобрать и еще один класс пищевых добавок которых также боятся многие обыватели а именно пищевые красители особенно часто эти вещества встречаются в составе газированных напитков и разных сладостей которые привлекают юных покупателей своим разноцветным видом но как вы и помните и сказано мной выше все дозировки красителей в продуктах строго регламентируются и обычно не превышают 30 миллиграмм на килограмм а это всего лишь три тысячных процента что просто ничтожно мало по современным исследованиям у синтетических красителей пока не нашли вредных действий на организм человека хотя было одно исследование у британских ученых которые почему-то решили что синтетические красители вызывают у детей синдром гиперактивности и дефицита внимания но по-настоящему это исследование в научном мире вообще не воспринимается потому что она была сделана с грубейшими ошибками и как попало а у людей уже началась паника и многие производители из-за этого начали отказываться от синтетических красителей изменить их природными например каротиноидами или каким-то другим экстрактом из ягод который дороже и не особо эффективный поэтому сейчас некоторые производители добавляют свои продукты так называемые натуральные красители к примеру фанту добавляют бета-каротин из моркови а в колу просто жженый сахар ну а в другие напитки просто ягодный экстракт проблема еще в том что природные красители не то что дороже но еще и крайне нестабильны химически вот вам опыт для наглядности сначала в первых пяти стаканах я растворил синтетические пищевые красители для окраски яиц их название вы видите на экране после этого я прилил к ним немного хлорного отбеливателя который как и положено должен отбелить или же обесцветить красители в стаканах происходило это довольно медленно и на полное обесцвечивание всех растворов ушло около получаса а теперь посмотрите насколько быстро обесцветится натуральные красители из обычных лимонадов да тут свету всех веществ исчез просто за секунды поэтому с этими природными пищевыми красителями сегодня у пищевых технологов возникает просто куча проблем как их растворить как их дозировать например фанта сегодня окрашивается бета-каротином который воде как бы не растворяется и чтобы как-то окрасить лимонад пищевым технологам приходится и колдовать с другими веществами, чтобы как-то более-менее растворить и окрасить воду этим бета-каротином. И если вы не знали, бета-каротин достается из морковки. И это тоже процесс недешевый, и поэтому в итоге конечный продукт, лимонад, который окрасили бета-каротином, выходит в несколько раз дороже, если бы его окрашивали, например, каким-нибудь синтетическим красителем. Единственное преимущество у натуральных красителей в том, что некоторые из них могут быть использованы для красивых эффектов. К примеру, если взять порошок куркумы и растворить в водке, то полученный раствор начнет красиво светиться в ультрафиолетовом свете. Все из-за вещества под названием куркумин, который обладает свойствами флуоресценции. То же самое происходит и с витамином В2, при растворении которого в воде также получается красивая желтая флуоресценция. Но я думаю, многие из вас знают, что тоник также светится ярко-голубым светом в ультрафиолетовых лучах из-за содержания хинина в нем. У меня, кстати, есть и чистый хинин, который получили из хинного дерева и очистили. И если растворить всего щепотку этого вещества в воде, то при включении ультрафиолетовой лампы можно залипнуть на несколько минут. Интересно, кстати, что хинин был первым веществом, использованным как лекарство от малярии. Так что взять пару бутылок хинного тоника с собой в Африку будет не самой глупой идеей. Но какими бы ни были красивыми эти природные красители, и как бы они не светились в ультрафиолетовых лучах, многие производители, например, вот эта вот тархуна, до сих пор добавляют в свои продукты синтетические пищевые красители, которые и стабильнее, и лучше растворяются, и вообще по всем своим параметрам превосходят природные. Ну а что касается других пищевых добавок, то думаю, что после просмотра этого видео вы убедились в их безопасности, и что в этом нет ничего страшного. Но если вам этого показалось мало, то советую посмотреть и мои другие предыдущие видео, где я рассказывал об эмульгаторах, усилителях вкуса, и, например, об ароматизаторах. Ну а если вам понравилось это видео, как всегда, не забудьте поставить ему лайк, и подписаться на канал, чтобы в будущем узнать еще много нового и интересного. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok